Гидротрансформатор – очень важное связующее звено между автоматической коробкой передач и двигателем. Этот узел является гидравлическим по своей сути. В основу этого узла коробок автомат положен достаточно простой и широко применяемый принцип передачи крутящего момента посредством изменения давления рабочей жидкости на лопасти. Основу гидротрансформатора составляют ротор, турбина, статор и обгонная муфта. Гидротрансформатор раскручивается посредством двигателя, лопастями ротора приводит в движение лопасти турбины. Такая схема вполне рабочая, но ее КПД довольно низок. Проблема в том, что поток жидкости замыкается и поступает обратно от турбины к насосу, и его тормозит гидротрансформатор. Поэтому для решения этой проблемы классический гидротрансформатор оснащается статором, крыльчатым колесом, расположенным между ротором и турбиной. Его задача замыкать поток рабочей жидкости на турбину и тем самым избавлять гидромуфту от эффекта торможения и увеличивать его КПД. Статор закреплен на валу через обгонную муфту. Крутится только в одну сторону, что делает возможным его вращение только в одну сторону. В итоге, как только скорость ротора становится выше скорости турбины, обгонная муфта блокируется и статор жестко фиксируется на валу за счет давления обратного потока жидкости, которое становится выше, чем давление со стороны ротора. В таком режиме гидромуфта работает как повышающий редуктор. Статор возвращает большую часть рабочей жидкости из турбины на ротор, способствуя увеличению крутящего момента. Как только потребность в увеличении момента перестает быть актуальной, статор автоматически разблокируется и крутящий момент снижается. Сейчас мы вам покажем, как эта схема работает. Мы раскручиваем гидротрансформатор и видим, что статор крутится вместе с ней. Как только возникает поток рабочей жидкости, который хочет затормозить гидротрансформатор, статор останавливается. Статор останавливается. Очевидно, что ротор и турбина могут проскальзывать друг от друга относительно эффективно, демпфиры, крутильные колебания и рывки. Собственно, в этой плавности работы заключается основная прелесть гидротрансформатора. По сути, это комфорт. Но есть и обратная сторона. Это низкий КПД. Для устранения этого недостатка используется блокировочная плита. Она механически связана с турбиной. Однако может перемещаться влево и вправо. Сюда и сюда. Для ее смещения влево поток масла, питающий гидротрансформатор, подается в пространство между плитой и корпусом гидротрансформатора, обеспечивая их механическую развязку. То есть плита в таком положении никак не влияет на работу гидротрансформатора. При достижении автомобилем высокой скорости по особой команде от устройства управления КПП поток масла изменяется так, что он прижимает блокировочную плиту и прижимает блокировочную плиту вправо к корпусу гидротрансформатора. Для увеличения силы сцепления на внутреннюю сторону корпуса наносится фрикционный слой. Происходит механическая блокировка насоса и турбины посредством плиты. Гидротрансформатор перестает выполнять свои функции. Двигатель жестко связывается с входным валом АКПП. Естественно, при малейшем торможении автомобиля блокировка немедленно выключается.